Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Крульная полиция города Одессы, Карпион Казислав. Меня зовут... А мы сами встречались уже. Я знаю. Я помню. Нахятный фантазм. Да. Добрый день. Для фиксации нашей беседы. Что, вы решили попытать части? А? Решили попытать части? Я смотрю, вы на площади под знак 4.1 налево поехали. Потом указатели поворота не показывали при перестроении. Ну и что, решили попытать части, говорю? Ну, наверное. Ну, давайте. Также, наверное, все время без переднего номера, я так понимаю, вы ездите. Традиционно. Традиционно. С чего начнем? А? С чего начнем? Я думаю, у нас много тем за беседы. С любой, которая вам будет ближе к душе. Самая тема, за которую вы больше всего уверены, как говорят в Одессе, с нее и начнем. За которую мы самые уверены? Ну, изначально, смотрите, переднего номера у вас нет. Это нарушение. Давайте оформлять. Вы оформлять постановление? Поменяли? Ну, бутылочка осталась, а содержимое поменяли или тоже с предыдущего? Шмурдяк редкий. А? Шмурдяк, говорю, редкий. Ладно, давайте, по сути, за что мы оформляемся? За перестроение, за поворотник, за береденный номер, за пиво? Или за то, что вы просто хотите попасть в ролик? За что будем мы оформлять? Это нарушение, которое я заметил на кольце, вы совершили поворот налево, нарушил требование знака 4, я не помню, там 4,1, движение прямо и направо. Давайте, любое нарушение, которое вы зафиксировали, которое у вас есть фактические данные, мы его рассмотрим, по нему составим постановление еще. Вопросов у меня нету никаких. Хорошо, сейчас мы посмотрим велификсацию. Смотри, пьетёк, пока. Друзья, посмотрите, видео мы вам покажем, но я думаю, вы знаете, что доказательства оценивает инспектор. Вот 252-я статья. Это вы мне к чему говорите? Это на то, что если я вдруг скажу, что это я, и я не включил поворот, чтобы была возможность меня не привлекать ответственность? Нет, просто у меня, знаете, были неприятные ситуации, когда я водитель демонстрирую видео, он говорит, ну машина вроде на мою похожа, но номера не видно, не видно моего лица, понимаете? А я еду непосредственно за ним, я останавливал его, его же. Вы имеете право ознакомиться с доказательствами, я вам их покажу, проблем нет. Но оценивает доказательства инспектор. Смотрите, это мы сейчас подъезжаем к кругу, вот я включаю видеозапись. Андрей, а там где автомобиль? Смотри, вот выезжает сейчас будет. Поехали. Да, верно. Ребята, честно, не потому что хочу придраться, клянусь, просто если... Сейчас, сейчас секунду. А, я еще не проехал. Сейчас, дайте я сам подъезжаю. Просто я не к тому, что я хочу придраться или там избежать ответственности, просто если... Хочу хотя бы увидеть машину. Давайте исходить из фактов. Я не против понести наказание. Если вы считаете, что это достаточно доказательная база, я предоставляю документы, вы составляете. Но по моему мнению, там не то, что не видно, там видно, что я поехал в направлении улицы, где есть знак, где поворот запрещен. Вот и все. Опять же, здесь маленький экран, я думаю, на большом... Вопросов нет. Если вы считаете, что есть для этого все возможности, несите постановление, будем составлять. Хорошо. Я буду там. Ладно, что? Водительство у вас есть? Конечно. Нет лист регистрации? Все есть. Хорошо. Зеленая карта, все есть. Зеленая карта есть. Свежая. Страховка не нужна. Так, а мы составляем по... За какое нарушение? Вы назвали мне, как минимум, три. В части первой статьи, то... А по остальным? А? А по остальным нарушениям? По остальным нарушениям? Ну, вы назвали ряд нарушений. Помимо этого, это было первое. Вы назвали еще два. Да, еще у вас есть нарушения. Я просто знаю, что они составляются. Составляются не три постановления, а составляются по самому тяжкому. Если инспектор рассматривает одновременно несколько правонарушений, то составляются по максимально... Я понял. Вы на остальные нарушения не будете составлять постановление? Ну, есть еще... Потому что они указали при пристроении... Ну, вы сказали, что я указатель поворота не показал, что я развернулся где-то неправильно, что я езжу без номера и то, что я пью за рулем. По какому будем составлять постановление? Или мы рассмотрим одно, и я поеду дальше? Где камера? Где у тебя за рулем? Что, алкогольный натип? Ну, я не знаю, какой. Хотите попробовать? Попробовать? Да. Я хорошо пообедал. Не, я к тому, что... Просто, ну, если вы составляете по одному дорожению, то все остальные автоматом отпадают. Хорошо, давайте мы рассмотрим еще, как вы не указали, указатель поворота, подъезжая к перекладке. Я думаю, там, может, удалось зафиксировать лучше. Ну, согласен, что первое видео ни о чем. Не потому, что я придираюсь, но ни о чем, правда. Ну, опять же, я не могу технически вам показать прям идеально, как вы хотите. Ну, я хочу сказать, что даже... Не, я не хочу. Я хочу, чтобы там хотя бы видно было нарушение. Я понимаю, что, конечно, инспектор должен основываться на доказательствах, как оно у нас в законе не прописано, но в основе своих собственных наблюдений, к сожалению. Ну, ну, правильно. Я считаю, что это правильно. Это правильно? Я считаю, что это правильно. Учитывая ту полицию, ту ГАИ, ту полицию, которая у нас была все эти годы, 20 лет последние, таким людям, которые штрафовали водителей, вообще нельзя доверять. На слово верить нельзя. Вот если бы они были такие, как, скажем, в Европе, можно было бы верить, вопросов нет. Нашим полицейским доверять нет. Надо идти к этому, конечно. Поэтому, не ради спора, а ради объективности, вы должны со мной согласиться, что в первом случае, ну, притянуто за уши, притянуто. То есть, если бы там вопросов не было, я бы даже бы не спорил. Хорошо. Давайте сейчас мы рассмотрим. По-второму. Да. Потому что, бери, первое слабовато. Да, оно, видишь, как раз на грани. Это все в вашу сторону. Слушайте, это со мной всегда так. А? Со мной всегда так. Все, все, прям вот против полиции и все за меня. Сейчас посмотрим. Смотрите, камера режет видео. На том месте, где я показал поворот. Да? Я вам сейчас покажу. Не, я знаю, я это чувствую. Не, я чувствую это, не потому что, я знаю, что так оно происходит. У меня даже такая ситуация была, что водителя фуры остановили, он был свидетелем, оказалось, что он на русском не разговаривает. Тоже такое случалось. Он не мог дать показания, потому что не мог говорить на русском. Были случаи, были такие случаи, когда радар, который меряет скорость лазером, трукам, но вы слышали, наверное? Ну, слышал. Ветер был сильный, ветер был сильный, и лазер сбивало ветром. Инспектор мерил скорость мою, но был ветер, и лазер сбивало вот так, и он не мог показать, потому что лазер сбил ветром все. Такие тоже были случаи. Я даже сейчас не припомню все истории. Батарейки часто не работают. Ваш автомобиль? Да. Я, когда перестраивался, по-моему, не показал поворот, да? Да. Ну, хорошо. Вот, продолжай. Это что? А, это изначально. Сейчас. А это вы уже с девчонками в баню едите, это другой. Нет, 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 то на личном телефоне. Сейчас я отпускаю. Это продолжение того видео, где, как раз видите, на том моменте оно его обрезано. Ну, так это же... Включаем. Да, да. Ну, на коротенькое, так буквально. Сразу за перекрестка составляю. Ну, все. Ну, это же за поворот будем составлять. Или за разворот. За поворот или за разворот. Я к чему? Потому что, если за поворот, то, ну, это тоже на постановление можно составить, но это слабенькое постановление. Потому что за него пущено предупреждение. За указатель поворота? Да. Ну, за него, кстати, ответственность довольно-таки по части второй там штраф больше идет, чем за... Ну, давайте уже что-нибудь составим. Я не знаю. Ну, а что с номером будем делать? Каковы у вас причины, что вы ездите без переднего номера? Объективные. У меня есть документы о том, что номер похитили у меня. Сзади заявления? Да. Ну, опять же, это с... По правом транспорта, водитель должен иметь оба номера. Уже неплохо. То, что у него похитили... Не является причиной для того, что... Не является причиной для того, что... Не является причиной. Ну, с другой стороны, если у человека украли номер, я его буду за него же штрафовать, что у него нет, номер, оно как-то получается, ну, согласитесь, что не в лучшую сторону. Неправильно вы размышляете. А? Неправильно вы мыслите. Неправильно? Нет. Потому что даже если у человека у него номера, и у него его украли, это не является объективной причиной для того, чтобы двигаться без него. А если у него украли документы... С стороны законодательства, я полностью согласен. Но у меня есть другая объективная причина. Вы сказали, почему я езжу. Я вам говорю, у меня украли... Более того, у меня украли его даже не здесь, у меня украли его в Словакии. Да, я в Словакии писал заявление, и у меня есть заявление на выпуска со словацкой полиции. Но дело не в этом, несмотря на все это, я все равно могу ездить без переднего номера. И если вы считаете, что это есть нарушение, я готов понести ответственность, и даже эту машину отдать вам на штрафплощадку. Я вполне серьезно говорю. Можете вызывать эвакуатора и забирать ее. Если вы считаете, что это есть нарушение... Вы прекрасно знаете, что машина забирает. Машина забирается, в случае, если она существенно мешает в штрафплощадке. Я должен отстранить вас от управления, временно задержать, но не доставить ее на штрафплощадку. Меня задержать? А? Матомобиль. А, нет, можете задерживать ее. Можете задерживать, я вам отдам документы на него. Если вы считаете, что это нарушение, пожалуйста. Смотрите, давайте мы будем разбираться с вашим разворотом, все-таки с указателем поворота. Как удобно. За что мы составляем? За первое или за второе? Мы составляем, коли я уже рассматриваю два правонарушения одновременно, составляем по то, что тянет большую тесность, будем... Это разворот? Часть вторую, статьи 122. Это указатель поворота? То есть вы считаете, что разворот через сплошную, он не такой критичный, как неуказание поворота при перестроении из полосы в полосу? И сплошную, сплошную пересечь это гораздо... Не, ну это не я так считаю, так просто кодекс заводных правонарушений. Кто квалифицируется по части первой, а кто квалифицируется по части второй. Ну хорошо. Тем более, доказательства я сейчас посмотрел, видео зафиксировал, но... Вопросов нет. Если вы посмотрели, вам этого достаточно, я не против. Вот вам зеленая карта, вот вам украинская страховка, вот вам пачка техпаспортов и мои права. Все здесь. Вы уже постановление написали? Нет, еще все вставляем. Я к чему спрашиваю? Уже оно испорчено или нет? В плане чего? Ну если вот... Уже назад отмотать нельзя, правильно? Нет, это номерной бланк уже. А когда дойдет до этого момента, чтобы там о переносе дела, рассмотрения, там, вы имеете право, там, а я пишу такой, что, мол, я хочу воспользоваться своим правом о переносе. Я хочу вам воспользоваться, так, пояснение, воспользоваться с вами юристами. Вы сказали... А, вы желаете все-таки? Ну-ка, мы же, вы же, вы же, типа, да, я думал, перед составлением это происходит, зато права зачитывайте. Я говорю, хочу воспользоваться, написать о переносе, так, как я иногородний, не проживаю в Одессе, временно приехал вот сюда, к вам в город, и хочу по месту жительства доказать свою невиновность, будьте любезны, написать вам, а вы такой, опа, рассмотрели это, смотрите, да, действительно, ну, не знаю. Ну, я не могу перенести дело по месту или по времени, потому что я должен рассмотреть дело на месте, совершенно по маршалу. А если нет? Есть 258-я статья, там четко написано, что правонарушение в правах дружного движения, которые комитет и патрульной полиции рассматриваются на месте. В компите... Оно может быть рассмотрено на месте, абсолютно верно, но оно не обязательно должно быть рассмотрено. А в каких же тогда случаях я могу перенести это дело, чтобы воспользоваться услугами адвоката, перекладача? Вы также можете воспользоваться по телефону? Нет, нет, перекладача, например, как? Нет, это не так делается. Для чего, я вам объясню, для чего существует эта хрень? Это нужно для того, например, что человек, к примеру, иногородний, он хочет воспользоваться, по месту учительства приехать, подготовить, допустим, ответ на свой час, прийти в админпрактику, показать со своей стороны доказы своей невиновности, админпрактика рассматривает, принимает решение и выписывает постановление или не выписывает постановление. А не так, что вы можете воспользоваться услугами, но, к сожалению, досвидос, я потому что уже написал. Ваша права, не воспользуйтесь, пожалуйста, я вам ни в коем случае вас не ограничу, но я обязан на месте рассмотреть дело, у меня нет функции переноса рассмотрения дела. Нет, вы сейчас ошибаетесь очень сильно. Протокол, просто смотрите, каким образом я зафиксирую ваше правонарушение, создавление протокола, протокол в данном случае не составляет. Абсолютно верно. Вот, я не могу заставить протокол. Вы принимаете от меня пояснение, клопотание, на Куринске моется, скажу, о переносе справа, вы его удовлетворяете, после чего все свои материалы, доказы и все остальное, вы передаете с моим клопотанием в админпрактику, она направляет это по месту жительства моего, которое я указал, меня вызывают в админпрактику в городе Запорожье в данном случае, я прихожу на место, рассматриваю это на месте, и все, и они либо принимают вашу сторону и меня наказывают, либо мою, и отменяют постановление. И так работает. Это в случае, если я удовлетворяю ваше право. Абсолютно верно, но для того, чтобы вам отклонить это, у вас тоже должны быть какие-то объективные какие-то аргументы, не потому что я обязан и все. К примеру, простой пример, есть водитель, который иногородний, который не местный, и это фактически установлено, который в принципе действительно мог нарушить в связи с тем, что он не знает или не понимает, или еще что-то, не важно что, он это все расскажет в админпрактике, именно для этого и существует коопытание, которое дает таким людям право перенести это, дабы им было возможность защититься. Это не потому что, так, ну все, вы дали, я рассмотрел, это не подходит, я сам тут, за меня виднее. Это же, ну, так не работает. Я согласен, смотрите, но механизма какого нету. Когда был протокол, я мог... Да, протокол, это стать постановлением. Да, и протокол на рассмотрение, куда там человек желает, по его ходатусу. В данном же случае я не могу составить протокол, потому что протокол не составляет. Вы не составляете протокол, абсолютно верно, вы передаете все фактические данные со своим рапортом и с моим клопутанием, и все, это рассматривает админпрактику. Человек, кто получше куда-то уезжает, теряется и не приходит. Нет, послушайте, вы не можете сразу судить о человеке, приходит или не приходит, это, ну, откуда вы знаете, приду или не приду. Я не знаю, я собрусь. Правильно, поэтому вы не можете говорить, ну, так. Мы исходим из того, что есть такое законное право, которым я могу законно воспользоваться, и все. А дальше, если я не прихожу, для этого уже существуют другие, если другие действия полиции, это меня искать, там, я не знаю, это уже их проблем. Все-таки ты ответил, если они не приходят. Это уже не моя задача, я знаю, что в законе есть такая возможность, и я хотел бы... Есть возможность. Да, я хотел бы ее воспользоваться. Потому что вы хотите написать ходатайство такое, да? Да. Дать вам листок бумаги? Да. Ручка у вас есть? Да. Ты принимаешь решение? Просто вы... Ты выключишь... Не, конечно, вы принимаете решение, но, опять же, для того, чтобы отклонить... Вы можете в устной форме сейчас, вот, ну, я услышал ваше ходатайство, что вы хотите перенести дело по... Если вы, в принципе, ну, просто смотрите, опять же, здесь все потому, что вы уже начали писать постановление. Вы уже испортили бланк, и вам за это... Если вы это отмените, вам за это попадет, не мне. Но, с точки зрения... Перспектив судебных, это грубое нарушение прав, прав человека, то есть прав, законных, законных прав. То есть вы, грубо говоря, не дали мне возможности защититься. Я дал вам возможность, вам объяснил ваши права, и вы будут воспользоваться своим правом. Пожалуйста, я вам ни в коем случае... Я же не заберу вас телефон. Нет, это... У меня нету телефона, правда, нету. Здесь меня по мне тут даже с собой, вот, честное слово. Но дело не в этом. Вы не дали мне про добростную причину, вы уже составили, вы уже постановление... Да, я уже доведу до логического конца. Понятно, это правильно. Поэтому все мои вот эти вот клопутания, это всего лишь на все я вам напомнил, а не вы мне дали эту возможность. Но я вас попросил, пожалуйста, дайте я напишу. Будьте любезны, я нагородний, я хочу воспользоваться слухами перекладача, и там адвоката, да и т.п. Но так как уже вы начали, естественно, это будет отклонено без веских на то оснований. Вы должны согласиться. Это не полемика, это здравый смысл. Я еще раз говорю, если вы хотите сделать все красиво, ребята, это не так просто сделать. Вот смотрите, пацан подается как. Я тоже так детстве катался. Это опасно. Поэтому, ребята, пишите, конечно, в любом случае, я просто вам указываю на те вещи, где вы немножечко неправы, и вам это надо на будущее иметь в виду. То есть перед тем, как это делать, еще раз, человек, вы будете писать, вы хотите, может быть, перенести. У вас есть возможность, да, да, все, до свидос, написали, все, пожалуйста, расскажите. Я понял, смотрите, Александр, согласен с вами, но дело рассматриваю я, как инспектор патрульной полиции. Я имею право его рассмотреть на место, я имею право, имею право. Вы имеете право написать податурство, я имею право либо принять его, либо отказать. Вы сто процентов правы. Ну вот вы же говорите по объективным причинам. Я хочу понять, почему ваши права преобладают над моими сейчас, в данном случае. Это случайно сказать. Да. Я так понимаю, паспорт у вас, спрашиваете, места жительства смысла не имеет еще раз? Не, я скажу. Скажите, контактный, который сейчас вот в Одессе. Не, ну, не, ну, ходите по Одесске, скажите, какой вам надо. Ну, какой вам, где вы находитесь в данный момент и будем в ближайшее время находиться? Не, ну, я бы хотел получить, я бы хотел, если меня будут искать, то мне скажите, если в городе Запорожье. Улица Пушкина знаете? Дом Калатушка? Не знаете? Не, серьезно. Не, ну, серьезно. Не, не, я просто, я спросить, я вам другой адрес скажу. Значит, и про площадь 50-летия знаете? Нет. Пишите. Пишите, город Запорожье. Это ваш реальный адрес? Да. Улица. Улица 50-летия. Ну, загните в целом, я вам запишу. 50-летие освобождения. Чего? Вы не знаете чего? Не, ну, серьезно. 50-летие освобождения? Да. Спорожья, наверное? Не, ну, не Запорожье. Улица 50-летие освобождения. Ну, говорите. Я запомню, я запомню четыре слова. Пишите, от полицейского произвола. Пишите, улица 50-летия освобождения от полицейского произвола. Вообще, на самом деле, она называется гораздо... Полицейский произвол длится всего лишь полтора года, 50 лет. А вот мы 50 лет освобождались, эти освобождались и в итоге пришли к нему. Это дальше полицаи были, не полицейские. Да, по-разному называют. Александр, 11.05.17.17.30, в месте Одесса, Лизорская дорога 141. Порушил вымой дорожного знака 44 рук прямо на правую ручку, а при перестроювании не внукнув покажчик повороту и поїд на напрямую. Как это на Кринске? Покажчик повороту и поїд на напрямую. Показатель поворота за тысячи на протяжении. Чим скоювали адмінправопорушение, подбаченную статью 2 ст. 122. Напротязь за 10 дней вы можете скажете данную постанову в судовом порядке або в управлении патрульной полиции в М. Одессе, Академика Корольова, 5. Напротязь за 15 дней вы можете сплатить данную постанову. Если вы сплатите, то постанова подвоится в размере ст. 850 и направится в виконавчу службу. Копия постановы выдается питпис. Питпис я вам выдаю копию постановы. Так, забери папку для... Так, неудобно, не хватало порвать постановление и передать Александру. Это тоже правда. Независимо там активист или активист, с камерой, не с камерой, надо ко всем относиться одинаково. Смотрите, я от себя скажу, опять же, люди будут смотреть, что от себя я вам скажу, не ради того, что похвалить или пожурить. Вы правы в том, что однозначно вы не струсили, как большинство ваших соплеменников. Вы не побоялись выглядеть идиотом. Я считаю, что это как раз то мусор, который я хотел донести до всей полиции. Что на самом деле из этих видео, которые я публикую, надо делать правильные выводы. Правильно, на этом надо учиться. И лично ваш пример должен остальным сотрудникам послужить примером, как надо действовать. Независимо от того, кто перед вами. Дядя Вася, Петя, Виталий Косенко или Саша. Чек нарушил, есть фактические данные, составили и все, до свидания. И нет полемик. А вот маленькие нюансы, которые были при оформлении, ну так они есть у каждого. Вы в следующий раз уже их делать не будете. А умные полицейские, которые посмотрят это видео, тоже научатся и делать их не будут. Хорошо. Александр, вы с вами затянули общение? Да. Ребята, всего доброго, до свидания. Будьте внимательны. Вы точно пива не хотите? А? Точно пива не хотите? Нет, не хочу. В следующий раз обязательно подучите вопрос по поводу передних номеров, обязательно мы с вами встретимся еще. И по поводу алкоголя за рулем. До свидания. Будьте внимательны. До свидания.